Мне кажется, это самое простое, что вы можете увидеть на моем канале, что можно сделать своими руками. Сегодня отвлечемся немножко от ремонта, потому что у моей подружки Светки скоро день рождения, я хочу сделать подарок для ее будущей квартиры. А заодно потренироваться с декором, потому что скоро мне предстоит сделать его для моей новой красивой ванной. Красота у Светланки день рождения! Берем лист плотного картона, можно использовать даже от старой коробки, в моем случае это ламинированный, который используется для корпусной мебели. А еще в моем случае очень пыльный и грязный. Вот эту сторону я буду использовать как задник, потому что на ней ламинация, чтобы она аккуратно смотрелась, а саму картину буду делать с этой стороны. На картон я наклею плотную брезентовую ткань, но можно использовать и двунитку. Отмеряю кусок ткани по размеру картона и пару сантиметров по периметру оставляю на припуске. И приклеиваю ткань на ПВА клей. Края приклею на обратную сторону, предварительно их подровняв. И также срежу углы, чтобы смотрелось аккуратно. Ну, теперь оставлю все это высыхать, а пока пойдем с вами сделаем кое-что для следующего подарка из этого же клея. Теперь делаю массу из рисовой муки, столярного клея с добавлением жидкого мыла. Этот рецепт посмотрела в интернете у одной мексиканки. Удобно это все замешивать в обычном полиэтиленовом пакете, чтобы не пачкать руки и стол, а затем уже домесить руками. Масса получается как тугое пельменное тесто, и ей надо отлежаться еще примерно 30 минут в пакете. Дальше мне понадобится вот такая бутылка, она мятая, но я и хочу эффект мятости сделать на вазочке, и буду сейчас работать с ней. Вот эту штуку мы выкидываем. И теперь просто раскатываю тесто тубусом от герметика и обклеиваю бутылку. Чтобы тесто сильно не липло к рукам, я их смазываю маслом. Здесь все максимально просто. Отрываю кусочек теста, раскатываю, наклеиваю на бутылку, делаю это все хаотично. И данная масса дает сильную усадку при высыхании, на что я, в общем-то, и надеюсь. И хочу, чтобы между приклеенными к бутылке кусочками возникли небольшие трещины. Но если вы хотите полностью обклеить без всяких трещин, то нужно просто эти кусочки между собой хорошо соединить, склеить. Чтобы соединить швы максимально качественно, нужно просто смачивать периодически разбавленным чуть-чуть водичкой ПВА-клеем эти швы. Ну а дальше просто размазывать либо пальцем, либо каким-то стеком, чем вам удобно. Кстати, в прошлом видео я уже показывала, как с помощью этой массы сделала целый экран под ванную. Оригинальный, очень красивый и такой релаксирующий. Можете посмотреть по ссылке под видео. А еще вы меня так часто спрашиваете, где взять на все это время. Но у меня, например, дополнительный час времени прямо в этой коробке. Видите, как радуюсь, потому что это робот-моющий кокон. Даджет W220. В комплект входит руководство. 12 сменных чистящих салфеток. Сам робот со страховочным шнуром. 4 кольца для салфета. Пульт, кабель питания. Насадка-распылитель с бутылочкой. Адаптер питания и батарейки. В мою комплектацию еще входил код, но это по дополнительному запросу. Ой, посмотрите, какой классный дизайн. Люблю, когда так, минималистично, без излишеств. Я вообще первый раз пользуюсь такой штукой, честно говоря. Прям страшновато. Так, что это значило? Что дальше? Так, аккумулятор заряжен. Зеленая горит. Тут я видела, синяя моргнула. Написано, это нормальная работа. Так, пошла дальше читать инструкцию. Ну, оказалось все предельно просто. Нужно приложить его к той поверхности, которую вы собираетесь помыть. Подержать кнопку, пока она загорится. И подождать, пока робот хорошенько присосется к поверхности. Ну, а после запускать его с пульта. Ух ты! Смотрите, какая салфетка. Я думала, у меня тут более-менее чистое окошко. Сейчас я вам покажу, как он почистил реально грязное окно. Здесь только обязательно закрепить страховку перед использованием. В общем, в инструкции сказано, что если стекла очень грязная, а они у меня пипец какие грязные, нужно сначала его с сухими салфетками запустить. После этого можно будет уже вторую чистку делать с чистыми салфетками и уже с жидкостью с чистящими. Слушайте, ну не кайф ли? Мне не надо торчать там на этом холодном балконе. Вообще, если честно, я боюсь мыть окна. Кое-как их отмываю раз в год, дай бог. А теперь они у меня чистые будут всегда. Класс! Так, ну что, смотрите, он закончил. Ну, красотаж! Да, где-то вот в уголочках чуть-чуть вот видно не достает, но для меня это такая ерунда. Неужели, пришлось самой туда лазить, я, блин, боюсь. А теперь я понимаю, что у меня и мама не будет лазить на стулья, табуретки, чтобы у себя в частном доме помыть все окна. Кстати, вот для сравнения, немытое окно. Ну, я думаю, видно невооруженным глазом. Вот и правда, современными технологиями реально купить себе дополнительный час в сутках. Я работаю, он работает. Я играю с котом, он работает. Я тренируюсь, он работает. А потом я привезла его к маме в деревню. И он еще помыл и ей окна. Чистит он вот такими поступательными движениями. И на пульте есть три программы движения, которые вы сами выбираете. У него имеется специальный резервуар для чистящей жидкости и система двойного опрыскивания Jetstream 2. То есть во время своей прогулки по стеклу он периодически разбрызгивает чистящие средства то налево, то направо. И что классно, если вдруг закончится электричество, у него есть внутренний аккумулятор, который позволяет в автономном режиме работать еще до 20 минут. И этого времени хватит с лихвой, чтобы спохватиться и вовремя его снять. Мама у меня тоже довольная, потому что теперь у нее тоже появилось свободное время. Она чатится с подружками, он моет. Она печет хлеб, он моет. Она мотыжет грядки, а он моет. Ну вот, готово. Что скажешь? Да отлично, супер. Как он папа сказал, 100 дел за раз. Как Юлий Цезарь. А вообще он может мыть любые гладкие поверхности с обрамлением. Например, я уже им помыла и зеркало, и двери, и стены. Салфетки я, кстати, постирала, и теперь могу использовать их повторно. Представляете, какая экономия. В общем, хотите все успеть, покупайте себе время. Оставляю вам ссылочку в описании. Тем более, что сейчас цены снижены как никогда, еще больше, чем в прошлом году. И пусть всю грязную работу за вас выполняет этот Федот. Вот такая получилась мятая небрежная бутылочка. Прямо то, что я хотела. Оставляю ее на сутки сохнуть. И возвращаюсь снова к холсту. Он уже подсох. Грунтовать я его буду просто самой обычной интерьерной краской. Намешаю сначала светло-бежевый оттенок в баночку. Просто добавлю чуть-чуть черного, желтого, красного. Возможно, зеленого, пока еще не знаю, чтобы получить светло-бежевый оттенок. Получился вот такой бежеватый оттенок. И сейчас им закрашу половину холста. Задумка не моя. Подсмотрела в интернете. И по этой задумке половина холста будет одного цвета, половина другого. Причем линия совмещения этих двух оттенков будет неровная, рваная. Так что стараться здесь тоже особо не надо. Добавила черного, зеленого и желтого. Получился вот такой приятный зеленый оттенок. И сейчас покрою с другой стороны им. Здесь уже покрыла два слоя. Ну а с этой стороны посмотрю, как ляжет. Может быть, тоже два-три слоя дам. Следующим этапом покрываю холст пленкой, чтобы сверху наложить объемный рисунок. Так как этот объемный рисунок я хочу красить в другой цвет, мне нужно будет покрасить его отдельно. И ручкой изображаю контур рисунка прямо на пленке. Сначала хотела сделать несколько листиков, но потом поняла, что один крупный будет смотреться гораздо графичнее и интереснее. Сначала я хотела сделать рисунок с помощью клея пистолета. Видела, как такое выделывают на просторах интернета. Вроде бы легко, просто и быстро, но по факту... Блин, ну и что за хрень получается? В видосах так все показывают, все хорошо, аккуратно, ровненько. Если я подарю это подружке, мы перестанем быть подружками. Видимо, для такого фокуса нужен специальный пистолет и специальный клей. Сделаю-ка я лучше. Из того же теста, что слепила и бутылочку. Зато аккуратно будет. С массой работать оказалось намного проще и быстрее. К тому же, во время работы вырубили свет в поселке. И если бы я делала пистолетом, то пришлось бы всю работу заморозить. Ну вот, как-то так и оставляем до полного высыхания. А тем временем бутылочка высохла. На ней появились вот такие интересные трещинки. И вообще она выглядит прям классненькой такой. Аутентичной, помятой, неровной, прям как я хотела. И теперь буду ее тонировать. Сначала просто покрываю белым. Делаю это все так же небрежно. Работая кистью в разные стороны хаотично. Дальше покрою вот такой коричневой водичкой. И сразу буду вытирать, чтобы этот цвет лег как бы пятнами. Еще я хочу на картину добавить немножко пятен. На сам фон, пока сохнет листочки. И возьму ту же краску коричневую, которую красила бутылку. Только сделала ее посветлей. И сейчас просто набрызгаю эти пятна. И потом еще посмотрим, возможно, какой-нибудь рыжеватенький цвет добавим. Блин, сама тоже вся брызгалась. Пятнистая стала. Ну вот так получилось. Смотрится уже более симпатично. На бутылку тоже набрызгала. Но я думаю, вы уже поняли, каких капелек. Последний штрих. Украшение для бутылочки. Сейчас наш нурок. Повешу бусинки. Они остались у меня еще от экрана под ванную. Я его делала в предыдущем видео. Можете посмотреть по ссылке. И буду использовать вот такой хлопковый шнурок. И теперь ответственное задание. Это все вот это аккуратненько переклеить вот сюда. Буду клеить на тот же ПВА-клей. Для наволочки буду использовать белую плотную ткань. И отрезаю кусок размером 39 на 61 сантиметр. Подушка мне нужна бледно-рожеватого оттенка. Чтобы не искать ткань нужного цвета по магазинам. Я решила просто использовать ту ткань, которая у меня была в наличии, и покрасить ее. Цвет, который сама намешала из желтой, красной, зеленой и черной красок акриловых. И чтобы ткань впоследствии не была жесткой, нужно разводить цвет очень жидко. Я просто пропитываю ткань, потом оставлю до полного высыхания. Я такой метод использовала, когда занималась текстильными игрушками детскими. Это уже проверено. Мои игрушки покупали тысячи людей. Они стирали их в машинках. И у них не возникало никаких с этим проблем. Катя здесь опять накосячила. Развела слишком мало краски. Давно этим не занималась. Разводите сразу побольше. Лучше пусть останется. Зато смотрите, как прикольно получилось. Хорошо, что моя подружка не смотрит мой канал. Что? Мне кажется, очень даже симпатично выглядит. А пока будущая наволочка сохнет, сошью саму подушку. Вырезаю кусок ткани 56 см на 39 см. Здесь максимально все просто. Складываю отрез пополам. И прострачиваю на машинке. Сразу обмёточным швом и специальной для этого лапкой. Если такой нет, можно просто сделать ровную строчку. И затем обработать край зигзагом. По центру на одной из сторон, в принципе, неважно, наверное, на какой, оставляю отверстие, через которое эту будущую подушку выворачиваю. Так, чтобы все швы остались на изнанке. Для набивки использую синтепух. А по плотности набивки здесь уже каждый выбирает себе сам, как ему нравится. Я люблю, чтобы подушечки оставались немного мягкими. Зашиваю потайным швом вперед иголку. Тут ничего такого особенного или сложного. Захватываем. Ткань с одной стороны. И с другой. А в конце закрепляю нить. И конец прячу внутри подушки. И все, я спать. Для декора мне нужны три палочки. Но они у меня короткие, поэтому буду склеивать. Чтобы соединение было максимально прочным, я обмотала его шнурком, предварительно смазав столярным клеем. Для двух листиков мне понадобится крафт-бумага. Здесь буду делать размеры на глаз. Как получится, пока еще сама не знаю. Но мне нужны два равносторонних треугольника. Их нужно сделать ровными, чтобы листики получились симметричными. И теперь загибаю листик от основания к кончику. Как говорят на просторах интернета, загибы лучше делать потоньше, чтобы гармошка получилась более изящной. Сгибаем пополам. Сначала я проделываю отверстие в центре, чтобы туда просунуть шпажку. И сразу приклеить этот листик на нее. Ну а третий листик мне захотелось сделать ажурным. Здесь понадобится проволока. Сначала отмеряю, какого размера у меня примерно будет листик. Хочу, чтобы он был чуть покрупнее, чем те, которые из бумаги. Ну или хотя бы на уровне. И сначала этот кусок проволоки я обматываю шнурком. Приклеивать буду также на момент кристалл. На концах специально оставила еще шнурок, чтобы потом можно было прикрепить этот листик к палочке. Сначала закрепляю саму проволоку вокруг шпажки. И затем это место смазываю обильно клеем и заматываю шнурком. Дальше отматываю побольше шнурка и начинаю плетение. В основании фиксирую шнурок на клей. Сначала перекидываю через одну сторону листика. И на каждой стороне тоже буду фиксировать на клей. Дальше один раз оплетаю шпажку. И после этого перекидываю через другую сторону снова. И так повторяю эти движения в одну в другую сторону. На краях фиксирую шнурок через шпажку. На другую сторону. Вариантов плетения здесь очень много. Я решила пойти самым простым способом. Их большое разнообразие. И вы можете даже свое что-то придумать. Когда дохожу до кончика палочки, здесь тоже фиксирую клеем. А дальше продолжаю обматывать шнурок только у края листика. Вот таким образом. Теперь, когда дошли до верхушки, идем в обратную сторону. Прямо как шнурование ботинок. То есть здесь нужно будет также скрещивать и проводить между нитями, которые уже прикрепили. И точно так же закреплять по периметру клеем. Ну вот и готово. Вот такой очень простой, достаточно быстрый, но смотрится симпатично. Скоро вам покажу. Гениально, Катя. Лучше ты и не могла сделать. Как вы уже поняли, вот такие соединения делать не надо. Сейчас присобачу сюда вот так вот палочки и заново обмотаю шнурочком. Ну вот, так-то лучше. Пойду поставлю в вазочку. Тем временем наволочка моя высохла и я хочу добавить еще немного декора на нее. Расположить его хочу по диагонали. И сейчас нарисую 4 линии, так, чтобы они проходили примерно через центр подушки. Угол беру на глаз, расстояние между линиями тоже. Мне кажется, это такой прям творческий процесс должен быть. И сейчас по этим линиям проложу декоративные строчки тем же хлопковым шнурком, которым украшала бутылку и листики. Отрезаю нитки чуть больше, чем нужно на ряд. И так как линии у меня начерчены с изнаночной стороны, чтобы их не видно было с лицевой, значит, я буду стежки делать, короче, с изнаночной стороны и длиннее с лицевой. Так как шнурок очень толстый и тяжело проходит вкрашенную ткань, я сначала делаю дырочки шилом. И в итоге на лицевой стороне появляется вот такая декоративная строчка. И добавлю вот на эти крайние полосочки немножечко таких махнушек. А здесь добавлю змейку этой же ниткой, чтобы как-то более интересно смотрелось. Ну вот так уже интереснее смотрится. И теперь добавим махнушек по краям. Теперь то же самое сделаю с другой стороны. Готово. Осталось отпарить и прострочить. Сначала подгибаю край, через который наволочка будет надеваться на подушку. То есть это короткая сторона прямоугольника. В качестве застежки для наволочки я хочу использовать обычную липучку. И прежде чем пристрочить боковые края наволочки, я сначала пришью липучку. А чтобы это было удобнее, чуть-чуть прихватываю ее клеем. Теперь складываю наволочку лицевой стороной внутрь и прострачиваю по краям. Что тут у нас получилось? Давайте посмотрим. Прям самой не терпится. Та-та-та-та-там. Вот она, наволочка. Мне кажется, я что-то, конечно, напутала, молясь с этой штукой. Не там она будет чуть-чуть расположена. Ну ладно, все-таки это не мой профиль, и Светка простит. Ох, ну что, люди добрые, финишная, прямая. Надеюсь, здесь-то я хоть не накосячила. Ну, есть косяк. Не в ту сторону, конечно же, сделала вот эту закрывашку. Ну, типа вот это лицо, и надо было, чтобы заворачивалось вот сюда. Ну, в целом, для первого раза, мне кажется, ништяк. Ну, друзья, что скажете? Не пошлет меня подружка после такого? Я б хотела подарить тебе гаджет, самый лучший взять на распродаже. А пока дарю вот эти творенья. Вот такое вышло стихотворенье. Ну что, с днем рождения, Светик. Все для тебя. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok